Сегодня неодевантная химиотерапия занимает одно из главных мест в комплексном лечении местно распространенного рака молочной железы, который имеет следующие характеристики. Размер первичной опухоли более 2 см в диаметре. Может наблюдаться увлечение мышц и кожи. И также отмечается метастатическое поражение региональных лимфатических узлов. Задача неодевантной химиотерапии в первую очередь это уменьшение размеров первичной опухоли и регресс метастатических изменений в региональных лимфоузлах. То есть перевод опухоли в операбельное состояние, что говорил Петр Владимирович. Также осуществление возможности выполнения органосохраняющих операций. Для чего же нужна ранняя оценка неодевантной химиотерапии? Чтобы оценить перспективы продолжения химиотерапии и своевременно скорректировать тактику противопухолевого лечения при отсутствии ответа на проводимое лечение. На сегодняшний день оценка эффективности проводится клинически. Оценивает врач, онколог с помощью лучевых методов диагностики. Но это так скажем больше предсказательная оценка. Когда мы с вами предполагаем, что происходит внутри, как реагирует опухолевая ткань на проводимое лечение. И самое точное, достоверное – это патоморфологическая оценка. В нашем институте патоморфологическую оценку опухолевого ответа на лечение проводят по классификации Миллеры-Пейн. Для этого сравнивается клеточная плотность в постоперационных препаратах и биопсийных препаратах, которые были выполнены до проведения неодевантной химиотерапии. И если на фоне лечения не происходит никаких изменений, клеточная плотность остается достаточно высокой, то это первая степень патоморфоза. Это значит, что химиотерапия никак не повлияла на опухоль. Вторая степень – когда происходит незначительное уменьшение количества инвазивных опухолевых клеток, но в целом клеточность остается высокой. Это тоже малоэффективное лечение. Третья степень – когда происходит сокращение числа опухолевых клеток вплоть до 90% клеточных потерь. Четвертая степень – выраженное явное исчезновение инвазивных клеток. Определяются ли широко рассеянные небольшие гнезда клеток. Иногда патоморфологам даже сложно найти место. Вот настолько происходит выраженный регресс. И пятая степень – это полный патоморфоз. Pathological complete response на английском. Когда нету никаких признаков опухолевого процесса. То есть гистологи не могут найти в ткани молочной железы признаков опухолевого процесса. И очень важно в таких случаях, ну вообще очень важно постановка меток до начала химиотерапии, до начала лечения. Чтобы потом и хирурги могли адекватно провести операцию, и патоморфологи достоверно определить степень регресса. Так это выглядит. Первая степень. Мы видим, что в постоперационном препарате и биопсийном препарате клеточность остается одинаковой. То есть терапия была неэффективной. И пятая степень. Мы видим, что после проведения лечения опухолевые клетки не обнаруживаются. Вот это цель неодевантной химиотерапии. При достижении полного патоморфоза повышается благоприятный прогноз. Полный патоморфологический регресс опухолевых изменений в первичном очаге и региональных лимфоузлах является одним из наиболее значимых благоприятных прогностических признаков. Лучевая оценка. Лучевая оценка эффективности. Можно проводить ее с помощью всех доступных методов лучевой диагностики. Сегодня мы будем освещать все модальности. Антонина Викторовна прекрасно рассказала о маммографии. Я сегодня расскажу о ультразвуковом исследовании. Лучевые методы ориентируются при оценке эффективности неодевантной химиотерапии. Ориентируются на критерии РЕЦИСТ. Сейчас вышла последняя версия. Это РЕЦИСТ 1.1. Ознакомиться с ней можно в интернете. В свободном доступе. Сайт РЕЦИСТ. Это последняя версия. И в ней, как вы видите, отсутствует выраженный регресс. Разделяет только четыре критерия. Это полный, частичный, стабилизация и прогрессирование. Я не буду останавливаться подробно. Антонина Викторовна рассказала. И также отмечаются небольшие изменения в том, как можно измерять патологический очаг. Если раньше рекомендовалось трехмерное измерение патологического очага, то сейчас допускается двухмерное. Измерение производится в миллиметрах. Но оценка эффективности оценивается по наибольшему диаметру опухоли. И также хочу подчеркнуть, что метастатически измененный лимфоузел, эффект химиотерапии, оценивается по уменьшению поперечного диаметра. То есть он оценивается по короткой оси. В настоящее время оценка эффективности проводится только за счет уменьшения размеров. Но под действием неодевантной химиотерапии в опухоли происходят дистрофические и некротические изменения, которые могут формировать остаточную ткань, не содержащую опухолевые клетки. Да, иногда мы на УЗИ, на маммографии, на МРТ видим участок. Но мы точно не можем сказать, либо это остаточная опухольная ткань, либо это уже рупец. Поэтому определение эффективности только на основании изменения размера опухолевого узла не всегда может быть обоснованно. Становится очевидным, что необходимы поиски новых дополнительных критериев оценки эффективности неодевантной химиотерапии. Какие дополнительные критерии мы можем с вами определить с помощью УЗИ? Все мы знаем основной ультразвуковой режим, B-режим. С помощью него мы можем как раз и оценить размеры, структуру образования. Но вот сейчас появились дополнительные режимы. Соноэластография, она позволяет определить жесткость образования. И совершенно новая для нас ультразвуковых диагностов модальность контрастно-усиленное ультразвуковое исследование. Позволяет оценить перфузию узлового образования. Соноэластография. Остановлюсь немножко на методике и критериях оценки, чтобы потом мы могли с вами оценивать эффект. Во-первых, существует два вида эластографии. Компрессионная и эластография сдвиговой волны. На мой взгляд, компрессионная прекрасно подходит для молочной железы. Эластография сдвиговой волны для оценки жесткости печени. Поэтому сегодня речь пойдет именно о компрессионной эластографии. Оценка жесткости бывает качественная и количественная. Качественная оценка оценивается визуально по цветовой карте и с помощью классификации эластотипов, которые разработаны японскими авторами. Эта классификация включает в себя шесть эластотипов. Нулевой эластотип соответствует жидкостодержащим образованиям. Первый и второй соответствуют доброкачественным образованиям. И такой же эластотип может иметь нормальная ткань молочной железы, железистая ткань. Третий пограничный. Он может соответствовать как доброкачественным, так и злокачественным образованиям. И четвертый и пятый эластотипы соответствуют раку молочной железы. Но четвертый только образование картируется синим цветом, что говорит о жесткой структуре. А при пятом эластотипе и образование, и окружающая ткань картируется синим цветом. Очень хорошо показывают инвазию в окружающие ткани. Количественный коэффициент. Рассчитывается коэффициент жесткости. Для этого мы измеряем жесткость патологического очага и примамарной клетчатки. И сравниваем жесткость очага относительно нормальной жировой ткани. И получаем с вами число. Аппарат нам рассчитывает 2, 5, 10. Но это же просто число, мы не можем понять, много это или мало. И для этого нам нужен пороговое значение, которое нам покажет, какое это значение для доброкачественных, какое это для злокачественных. И вот в нашем институте было проведено исследование, в которое вошло 211 женщин с различными патологическими образованиями молочной железы, злокачественными, доброкачественными. И вот мы рассчитали пороговое значение коэффициента жесткости. В нашем эксперименте оно равняется 4 и позволяет дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования с высокой эффективностью. Чувствительность 97%, специфичность 81%. Это хороший диагностический инструмент для дифференциальной диагностики и также для оценки эффективности. Дальше я покажу. Следующим этапом нашего исследования было определение соноэластографических критериев для оценки эффективности лечения. В исследование вошло 98 женщин. 294 исследования было выполнено. Очень трудоемкое исследование. Так как каждой женщиной УЗИ с эластографией с оценкой качественных и количественных критериев жесткости было выполнено 3 раза. До лечения, после двух курсов неодевантной химиотерапии и после окончания лечения. Вот такие результаты мы получили. Если до начала лечения мы видим, что 83% опухоли имели пятый эластотип, самый жесткий, характерный для рака молочной железы. А вот после двух курсов химиотерапии жесткость снизилась. Пятый определялся всего в 5%. И жесткость снизилась до 4-го и 3-го эластотипа. А в конце лечения больше половины уже имели второй эластотип. То есть такую же жесткость, как нормальная ткань молочной железы. То есть помимо уменьшения размера, происходило выраженное уменьшение жесткости. Также мы попытались определить корреляцию, как меняется жесткость. И степень лекарственного патоморфоза в конце лечения. Итак, при первом исследовании, вот обратите внимание, что опухоли, которые в конце лечения имели пятую степень лекарственного патоморфоза, только в этой группе определялся третий эластотип. То есть они изначально были менее жесткими, чем другими. Только в этой группе. И только в этой группе после двух курсов химиотерапии жесткость снизила до 2-го эластотипа. А в конце лечения опухоли, которые имели четвертую и пятую степень лекарственного патоморфоза, в 100% снизили свою жесткость до нормальных значений. Это можно рассматривать как прогностический фактор. Также мы провели сравнение, как меняется жесткость образования и как уменьшаются размеры на фоне неодевантной химиотерапии. И динамика изменения коэффициента жесткости была более выражена, чем динамика уменьшения размера. Возможно, это говорит о том, что жесткость 1-й реагирует на неодевантную химиотерапию. Количественные критерии мы также рассчитали. И вот обратите внимание, красная кривая – это первое исследование. И только в группе 5-го патоморфоза опухоли имели значение коэффициента жесткости, близкое к пороговому – 4,99. И только в этой группе после двух курсов химиотерапии жесткость снизилась до нормальных значений. Выводы. Опухоли, которые ответили 5-й, степенью лекарственного патоморфоза на проводимое лечение изначально были менее жесткими, чем другие. Это может являться предсказательным фактором. То есть перед началом лечения, если мы измеряем жесткость, и она в пределах третьего эластотипа и в пределах четырех, то есть можно предположить, что здесь будет эффективное лечение. И при снижении показателей жесткости при втором исследовании до второго эластотипа и коэффициента жесткости ниже порогового значения 4, можно говорить о тенденции вероятного ответа опухоли на лечение, которое характеризуется пятой степенью патоморфоза. Контрастно-усиленное исследование. Это совершенно новая методика. В нашей стране зарегистрировали контрасты полтора года назад. В нашем институте мы работаем с контрастами только год. Единственный препарат, который зарегистрировано, это Санавью. Представляет собой гексавторит серый, белый кристаллический порошок, который при смешивании с физраствором образует микропузырьки воздуха, микробабблс, диаметр которых меньше диаметра эритроцита. Это внутрисосудистый контраст. Его отличие от тех контрастов, которые используются на КТ и МРТ, они выходят в интерсоциальное пространство. А вот Санавью, их контрасты, они циркулируют только в сосудистом русле. Мы только начинаем. За рубежом уже более 10 лет работают с эхоконтрастами. Вот результаты мультицентрового исследования, где они показывают, что если использовать эхоконтрасты в комплексной диагностике, то эффективность повышается. То есть чувствительность 100%, специфичность 87% и точность 94%. Сравнимо с данными МРТ. Чем же хорош Санавью? Да, безопасность. Это считается самый безопасный контраст. Не наблюдалось никаких аллергических реакций. Были буквально зарегистрированы идиопатические реакции. До десятка. В течение 10 лет использования в Европе. Нет лучевой нагрузки. Исследование занимает 2-3 минуты, чтобы посмотреть кинетику прохождения контраста через опухоль. Достаточно минуты. Больше подготовка к исследованию, чем само исследование. Полная корреляция данных с КТ и МРТ, но в случае молочной железы с МРТ. Возможность наблюдать все васкулярные фазы в режиме реального времени, что невозможно на КТ и МРТ. Ну и вот новое для нас, для врачей ультразвука, это оценка перфузий и построение кинетических кривых, которых был спор. А пару клинических случаев, чтобы понимать, как это выглядит вообще. Вот четко очерченное образование, преимущественно однородная структура, отдельный локус кровотока. При контрастировании мы видим равномерное накопление контрастного вещества. Я бы назвала его древовидное, как веточки дерева. Диаметр сосудов одинаковый. Вот это доброкачественный тип контрастирования. При построении кинетических кривых происходит интенсивное накопление контрастного вещества с выходом на плато. Признаков вымывания не наблюдается. Вот такой тип контрастирования может встречаться при фибраденоме. И второй клинический случай. Тоже четкие контуры, неоднородная структура, отдельные локусы кровотока. Но в режиме контрастирования мы видим совершенно противоположную картину. Мы видим асимметричное накопление контраста, разный диаметр сосудов. И при построении кинетической кривой мы видим интенсивное накопление и быстрое вымывание. Третий тип кинетической кривой, который характерен для злокачественных образований. При гистологическом исследовании саркома молочной железы. Хотя обратите внимание, какой четкий контур, да? Красивый. Мы провели пилотное исследование. Но, как я вам уже объяснила, что вообще оценка эффективности неодевантной химиотерапии это трудоемкий процесс. Это много исследований. И пациентки, которые получают неодевантную химиотерапию, они получают ее в течение нескольких месяцев. Поэтому, так скажем, начальные мы провели, чтобы понять, есть какие-то результаты, можно продолжать дальше или нет. И вот хочу обратить ваше внимание, что до начала лечения диаметр опухоли был 24 мм, максимальный диаметр. Мы видим неравномерное хаотичное накопление контрастного вещества. Третий тип кинетический кривой, интенсивное накопление и вымывание. А уже после двух курсов химиотерапии, несмотря на что диаметр не сильно уменьшился, образование копило контрастное вещество так же, как фоновая окружающая ткань. То есть мы видим, что контрастирование соответствует фоновой нормальной железистой ткани. То есть по данным эхо-контрастирования эффект гораздо более выраженный, чем по уменьшению размера. Возможно, эхо-контрастирование больше чувствительно в данном случае. И как выводы, наряду с уменьшением размеров первичного образования, изменение показателей жесткости, степени воскоррелизации, и кинетических показателей опухоли могут рассматриваться в качестве дополнительных критериев и прогностических факторов оценки эффективности неодевантной химиотерапии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Александровна. Давайте тогда продолжим нашу традицию. И несколько вопросов из зала по использованию ультразвука в оценке неодневанной химиотерапии. Да, ну пока созревают вопросы. Если позвольте комментарии. Во-первых, спасибо огромное. Екатерина Александровна действительно занимается этой проблематикой очень давно. Ее мнение для нас, для клиницистов, очень важно в оценке неодневанта. Но хотелось бы несколько тоже прокомментировать. По поводу, начнем с последней части, по поводу контрастирования. Вы великолепно продемонстрировали саркому молочной железы. К счастью, достаточно редкая патология, с которой мы встречаемся. Надо отметить, что саркома молочной железы это не тот диагноз, который обсуждается при неодевантной терапии. Саркома молочной железы в неодевант на сегодняшний день не входит. Это все-таки ситуация, когда мы говорим о первичном хирургическом случае. Это принципиально другая ткань, отличающаяся от инвазивного протока самого частого рака, который мы сталкиваемся. Поэтому мне кажется, что было бы здорово, если бы вы показали великолепные у нас с вами есть такие примеры. именно использование контраста при неодевантном исследовании. По поводу того, что размер опухоли остался прежний, а кривые показывают абсолютно нормальное значение. Наверное, в этом и есть залог неодеванта, потому что первые два курса, если химиотерапия подобрана адекватно, они демонстрируют наилучший успех. Действительно, погибает тот паук леток, который имеет наибольшую тропность к этой химиотерапии. И то, что вы видите, размер ультразвуковой, наверное, это то, чего, в общем-то, тот минус ультразвука, который нам иногда мешает. Размер не всегда определяет эффективность проведенного лечения. И даже после двух, четырех, шести курсов химиотерапии инструментальные методы показывают тот или иной размер опухоли, а патоморфологи говорят, что клеток опухолевых нет. Фактически остается субстрат, остается, условно говоря, соединительная ткань, которая дает тень, но опухоли и клетки погибают, и поэтому мы тоже не всегда ориентируемся на размер. Тут я с вами абсолютно согласен. Ну и по поводу первой части вашего доклада спасибо огромное. Действительно, как бы ультразвуковая диагностика в оценке неодеванта это та палочка-выручалочка, которая нам очень помогает. И хотелось бы, чтобы в следующем вы еще, конечно же, большую часть отразили про лимфатические узлы, а не первичного очага, потому что статус лимфатических узлов на фоне неодевантной терапии это тоже очень важный на сегодняшний день вопрос, помимо первичного очага. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Нет вопросов, да? Ну давайте один вопрос. У меня созрел вопрос. Давайте, может быть, комментарий такой. Я так, вы скользко упомянули о том, что эффект химиотерапии оценивается при сравнивании данных трепанобиопсии первичной и последующего патоморфологического исследования удаленного макропрепарата. И в связи с этим, может быть, раскрыть тему эффективности или помощи различных методов, в частности, ультразвука при проведении трепанобиопсии. трепанобиопсия, потому что очень важно взять материал из наиболее измененного участка опухоли, и тогда будет более адекватное сравнение, если мы попадем в тот участок опухоли, который нам даст другую клеточную плотность, а не ту, которая максимальная характеризует этот очаг, и будем сравнивать её с последующим, то, конечно же, эффект будет немножко другой, будет оценен. Поэтому, что вы можете прокомментировать? Ну, это действительно так, при проведении пункционной биопсии, когда при местно распространённом раке молочной железы, при крупных размерах, клиницисты часто не прибегают к наведению при ультразвуке, потому что они прекрасно пальпируют опухоль и могут сами пропунктировать. Но возможности эластографии здесь тоже могут пригодиться, потому что, когда мы определяем наиболее жёсткий участок, возможно, там наибольшая клеточная плотность может быть, и сделать пункцию именно из этого жёсткого участка. Но это теоретически. Да, это теоретически. А есть сведения о том, что соноэластография помогает ценить, то есть сравнивались ли в нашем учреждении или в мировой литературе данные получения биоптата из менее жёсткого и более жёсткого участка? Нет, такую работу мы не проводили, но если она будет востребована, если нашим уважаемым онкологам это будет интересно, это поможет в их работе, то, я думаю, её нужно будет провести. Спасибо большое. по-английски. Спасибо.